Совместная пресс-конференция, посвященная закрытию чемпионата России по боксу, прошла в Чите. Точка кипения принимала гостей, десятки чемпионов России по боксу, журналистов, чиновников о спорте и, разумеется, главного идейного вдохновителя этого спортивного мероприятия, губернатора Забайкаля Александра Осипова. Для меня большой радостью является, что чемпионат у нас проходит. Мы с таким наслаждением, мы немножко с ноткой даже горчинки ловим последние часы чемпионата. Очень не хочется, чтобы он закончился. Я надеюсь, что и для всей страны, для Забайкальского край однозначно. Это просто феерически прекрасный, огромный праздник спорта. Трудно переоценить значение этого мероприятия, но смущает другое. Несколько регионов России отменили массовые торжества в связи с известными событиями для нашей Родины. Средства, которые должны были пойти на организацию праздничных гуляний, будут направлены там на приобретение дополнительного снаряжения для мобилизованных граждан. А вот у нас миллионы ушли на проведение чемпионата, причем многие боксеры отмечали высокий, читай, дорогой уровень организации мероприятий. Нет, никто не против подобных спортивных праздников, но Забайкалье, мягко говоря, не самый богатый для этого регион. У нас многие события рассматриваются в разрезе с проведением спецопераций на Украине. Вы знаете, что некоторые города даже отказались от проведения любых мероприятий. И на ваш взгляд, насколько принципиально и важно было проведение чемпионата по боксу? Ну, вы знаете, у нас, когда мы затевали этот проект чемпионата России по боксу в чте, это было два с половиной года назад, еще не было и рядом даже никаких у нас оснований думать о том, что у нас когда-то будет проходить СВО. То есть чемпионат, как паровоз, летел к своей конечной станции, его невозможно было остановить. Чудеса. Вопрос в другом. В регионе мобилизовали тысячи людей. В связи с этим можно же было проводить это мероприятие как минимум скромней. Только призовой фонд составил 26 миллионов рублей. Еще баннеры, флаги, транспаранты, фуршеты, банкеты, отели и гостиницы. Ну, идет, да, у нас сейчас СВО, нас проводит президент и наша страна специальную военную операцию. Ну, а что мы теперь должны отменить все спортивные свои какие-то мероприятия? Ни в коем случае. Чем сложнее обстановка в стране, тем больше у нас праздников. Ни экономическая составляющая, ни коронавирус, ни мобилизация не остановят. Правительство региона в стремлении повеселиться за счет средств бюджета или фонда развития Забайкальского края. Сейчас на нас опять обрушится волна критики со стороны спортсменов и их родителей. Но вопрос в другом. Были вы на мобилизационном пункте? Видели там хоть одного депутата или чиновника в рядах, отбывающих или готовящихся к этому? А все те же дороги, собаки, теплосети. Как аргумент Дмитрий Сергеевич обращает внимание на то, что чемпионат проводился за счет средств спонсоров, а не бюджета Забайкальского края. Но почему в других регионах деньги спонсоров направляются на адресную помощь людям? Это не вопрос.